Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Людвига II Баварского в Сидмерс Цивилизейшн 6. Но все подробности в первой серии, ссылка на неё в прикреплённом комментарии, точнее там ссылка на весь плейлист, там я всё объясняю, да и смотреть с самого начала и полностью лучше, чем с середины где-то. Переходите по ссылке, ну а спонсоры канала там все серии видят, сразу большое спасибо им за поддержку. Что ж, продолжаем развитие, продолжаем отбиваться от кризиса, которая втянула скифы, скифы втянули ацтеков и спартанцев, но с ацтеками мы уже замирились. Плюс здесь мы несём протестантское слово православному Люду и вроде как православный Люд уже практически полностью согласился с протестантизмом. Вот тут некоторых скреполюбов немножко пошатаем и всё на этом. Так, а что тут сюда пройти? А, тут военный лагерь. Спустимся на воду, значит поплывём. Тадж-Махал достроили. Ну тут мы точно в Золотой век выйдем ещё за много ходов до конца эпохи. Может вернутся эти? Не знаю, я думаю, что мы там где-то с апостолами Александра подискутируем. Блин, не убьют ли мне Гайбельберг, честно говоря? Давайте куплю в Кёльне кавалерию. А, у нас уже кирасиры, блин. Ладно, апнусь в кирасиры, вот эту апну в кирасир... А, подожди. Не то, купил, блин. Вот же кавалерия, ладно. Не, кирасиры тоже не помешают. Но лучше бы я кавалерию там купил. Так, этот миссионер вылечился. Давайте в Ереван, в Локопан, вот туда. Всё быстренько. Блин, надеюсь тут будет проплыв. Давайте даже к перемещению возьму, а не против морских юнитов. Хочу быстрее найти другой континент и кругосветку сделать. Но это уже будет в следующей эпохе, конечно. Я, наверное, продолжу в Мюнхен отправлять из Ахина. Так, тут священное место, тут промышленная зона. Вот давайте, может, промышленную зону поломаем немножко. Строить ли во Франкфурте аэродром? Наверное, нет, буду банк делать. Так, так же махал. Тут могу аэродром. А давайте. Ну чё, как больно нам Гейдельберг лупанут. Да достали. Блин, ваншотнул опять пушку. Не, ну следующим ходом у нас уже будет... Не этим, а вот следующим именно. Уже будут стены от стали варенья. И вот этими юнитами это ничего не берётся. Но вот эти юниты, конечно, неприятно. О, плюс 4 к лабораториям. Зашибись. Этого учёного мы точно берём. Ещё и стали варенья прямо сейчас открыли. А он озарение даёт, что ли? Да. Одно для случайной технологии. Но лучше бы для другой, на самом деле, дали. Честно говоря. Потому что... Там стали варенья чуть-чуть оставалось, а он... Ведь юниты бы точно не брали этим ходом. Ну да ладно, как получилось. Так, теперь можно... Самолётики. Только у нас нефтевход 3. Вот тут, кстати, надо ещё сделать... Рабочего. Так. Биплан строится. Строится. Надо вообще карточку поставить на ап юнитов. Или мы можем так во рту. В ахине. Воздушный шарик 640. Давайте мы в покровке купим воздушный шарик просто. А ап сколько стоит? 400 нам хватит. То есть нам надо 830. На апгрейд. И этот 650. Не, чё-то... Чё-то много. Воздушный шарик. Ну блин, а из Мухина его далеко везти будет. Ну, конечно, тут быстро строится, но далеко. Нам бы ещё инженера и железного... А, какая железная у нас нет угля? Так, ладно. Что мы можем быстро открыть здесь? Чтобы... Ничего не можем быстро открыть. И стоит... 150 политический... Ну, вообще, выгодно. То есть мы-то сэкономим... 200 монет. Заплатив 150, мы 200 монет сэкономим. Даже 400 монет. Наверное, надо заплатить за смену курса. И берём... Принудительная модернизация. 205. 205. И вот нам хватает ещё и на... Шарик. Где он? Нет, не хватает. Пожить так... А, у меня тут юнит стоит внутри, чёрт. Вот. Перехватает. Кстати, а где у нас ап этой... Вот. Колонна транспорт... Транспортоснабжения. Сюда апается... Башня. Но дальше мы пойдём в стандартизацию. Через экономику. Хотя и железная дорога была прикольная. Но у нас пока всё равно угля нету. Тут две науки. Кайф. Разграбим. Я все эти города оставлю себе. Позарык, Неаполь, Геллон. Так, амфитеатр. Что у нас там не ускорено? Археологическим, по-моему. Нет, художественный музей. Два бит-плана же ускоряют улучшенную авиацию. Да. Да. О, Наска есть. Вау. Я уже почти весь город тут застроил. Блин. Прикол. Но всё равно можно какие-то клетки обработать. У нас Наска и Валетта... Неплохие у меня ГГшки. Озарение для средств массовой информации. А там что? Радио, если это. Ну, кстати, могу. 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 Гуру ещё можно было просто купить. Типа, лечиться. Или три отвалилась. Ну, я, наверное, не буду сюда распространять религию. В каких города я тут хочу? В Теотиоакан? Ну, кстати, да. А, подожди, тьфу, он же протестантский. Кардив, Кардив. Вот в Кардиве можно убрать, сбегать. Зинзибар. Так, тут армия. Слушайте, а... Македонский разве не воюет? Да, воюет. Да, блин. Ну, всё, хана тут моей кавалерии. А чё, Александр Македонский? Да, у него 132 армия всего лишь. Вау, у Спарты полторы тысячи. Ну, шо, хана Александру? Вот это поворот, конечно. Блин, жалко, если бы я отболчал, может, юнитами ходить, а потом, если бы я встретил Наску чуть раньше, я бы поставил первый посол и отправил бы туда послов за союзом. Я, конечно, правда, это прямо сейчас не нужна. Господи, давайте, как ни странно, здесь строителя сделаем. Так, вот эти вот армии тут у нас в глубине. Да, минус 2. Не, ну, как видите, эти стены после стали варенья ни хрен такой армии могут взять. Мощная снежная буря. Вроде пока ничего не сломала. Блин, Рим ко мне караван отправляет. Офигеть, из Рима. Это где-то, ну, Рим на другом континенте должен быть. Не может быть, чтобы он тут где-то рядом был. Так, ну, тут же, вроде ничего у меня он тут не разграбил пока. Да. Блин, опять мог шуиздирать. Это реально Рим делает. Он единственный город видит, туда и караван отправляет, и губера там убирает, и грабит, и... Что там? Теху, по-моему, воровал, или деньги получил, вот не помню. Так, а стоит ли мне еще один... Я бы два биплана только сделал. Давайте тут еще рабочего. У нас тут есть нефть обработать, есть пустынные клетки. Сейчас выгоним с парту. Я надеюсь. Так, а куда? А куда апостол делся? Блин, уже нету проплыва. Все-таки. Черт. Значит, будем ждать тайне ледников. Ну, позарык захватим, сможем еще оттуда сразу поплыть. На будущее военный инженер, на железную дорогу, там, на ракетах. Паркетные эти. Гримпом, он зациклен на мне. Так, ну че? Военная агрессия рассыпается. О, человечество первый... Первый в мире самолет. Твоя шестерна. Ну, в этом мать. Эта шестерна. Продолжаем. ой блин я в мюнхен хотел отправить случайно отправил в покровку опять хочется кати генерала убрать но я больше мы тогда нет успеваем вернуться нормально занятий все-таки поставила году я у него он когда ко мне отвалится я не буду его забирать нафиг надо щек это бессмысленных их не про атаковать а вон еще да она давайте вот тут встану странно что там вот эта огромная армия спарты эйги не берет например 14 надо угольную строить отступает спарта ну сейчас должна агрессия завершится я надеюсь скифы после этого сразу не предложат мне мир который я буду обязан принять спарта до сих пор не хочет мир принимать любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку блин рудник разграблен я и не я его грабил между прочим ну надо его быстрее чинить его грабил не я я как раз хотел чтобы у нас сразу уголь был давайте венецианский артенал таки построим а отлично все все города нету православия больше на планете а блин в византии нету 52 католицизм биплан готов в трире на бирже когда ради национальный парк для национального парка охраны природы будем натуралисты я считаю что здесь должны национальные парки вставать причем даже два вроде как эти посмотрим по престижу до до престижа достаточно просто посмотреть вот эту клетку например отдать надо чтобы все клетки принадлежали какому-то одному городу вот эту клетку отдадим фрагфорту эту клетку и вот эту триру и все у нас два нацпарка тут становится так ускорили оперу и балет до машина и производства так лицет энергии вас просто нету собственно на чем энергию вырабатывать угля но покровка взята там варвары жили которые так и не поняли зачем им уголь нужен у меня византия щас какие-то клетки отобрала а вот это однако который я ферму построили стиль прикол ну вынужден принимать как я и сказал но буквально несколько ходов и мы добьем скифов так покупаем 1 натуралист 2 натуралист и ты попал в блэк лист но они нефть будут требовать на содержание поэтому пока не буду апать да вот видите построен район и соответственно вот эту клеточку для и были дираке отваливается вау 5 и 7 ну тут мы должны золотой век через четыре хода не думаю что успеет эти мы поселенца куда-нибудь сюда перебросим в надежде что там где-нибудь можно будет еще заселиться так пошли радио открывать здесь сми радио мы должны следующим ходом ускорить а через паровой двигатель радио да ладно про двигатель мы никак не можем ускорить и и и и и 5 апостолов никаких не видать так тлакопан осталось обратить или он сам нормально обратит на ней не думаю и надо было этого влечения и кажется уже у византийцы вообще просто нету апостолов в принципе по-моему я уже всех ему проведил так а я хотел что-то поменять первый хотел первого посла по-моему в канде алюминий нефть еще дополнительный но улучшение юнитов нам сейчас не надо проверим может кого-нибудь этих я не буду а быть пока кавалерия кавалерия жильцы пикинеры нам некого реально да убираем поставлю здесь на нефть и алюминий а также поставлю первый посол и отправим в носку самаркан занзибар слишком много послов надо за каждый соседний редкий исходящий международного пути дают плюс одно золото за каждый торговый купол не хочу так подождите это я буду первым сюзереном наске я думаю что мы лучше следующую эпоху подождем пока у нас уже дофига очков лишних набранного отходит спарта отходит почти 3000 армия у рима еще какую-то гэгэшку встретили к хокке так ну что тут пока не видно потому что не все клетки городу принадлежат а если мы делаем вот так а прикол вот тут ставится а почему тут они тут уже тут ресурс так тут тоже селитра первый в мире национальный парк ну по идее еще и здесь должен быть да тоже наверно было следующую эпоху подождать но вот в плане именно чудес природы это вообще самый такой убер штука потому что не хочется обрабатывать клетки рядом с чудесами природы а нацпарк еще и добавляет к этому счастье так соответственно ради у нас быстрее откроется у меня внутренние караваны вообще вполне нормально себя чувствуют даже не хочется никому отправлять внутри в принципе денег немного дают но зато еды и производство так мы будем железную дорогу так проводить все и и и и и и и Так, православие еще в Александрии, в Занзибаре, в каком-то еще, может, тут какой-то, нет, вот тут, наверное, еще город может быть, блин, армии танков от Горга, хорошо еще не ко мне, но они уже мне ничего не сделают, я думаю. Так, это кто? Буэнос-Айрес, кстати, раз мы встретили Кахойку и Буэнос-Айрес, в принципе, у нас 17 послов, я думаю, просто вот так вот по одному можно отправить, и, соответственно, в Занзибар, в Буэнос-Айрес, в Самарканд и Антона Нариву можно до трех добить. И, кстати, в Кахойку тоже. Не в Наску, чтобы не стать Сузереном, типа, потом встанем, получим очки эпохи. Более все равно мы там не можем пока пустыню никак. Ничего сделать, потому что там спартанская армия. Так, надо осудить, кстати, скифов. Кого мы еще не встретили? Значит, не встретили корейца нового, да? Зулусов, раз, два, три, четыре, семеро. Мы троих еще не встретили, да? Корейцев, Зулусов и... Кто у нас еще агрессивный был? Я забыл. А, этот не агрессивный у нас Рамзес. Еще должен быть... Так, эфилеву башню где-то могу поставить. Что тут, что тут плюс два будет всего лишь. Вообще, вот тут можно. Это лишняя ферма. Да, давайте сюда. Ну, я, понятно, не строю, я просто ради культуры и туризма. Что там за ученый у нас следующий? Маргарит Мид. Торгуясь 25% туризма. Ну, я, наверное, возьму его. Посмотрим. Я второй против после... Ну, вообще, с горгой или вообще, когда Греция в игре, тяжеловато туризму побеждать. Слишком много культуры. Все, пошел уголек. Первый. Но, мне кажется, его явно будет не хватать. Так, как мы тут туда пробраться? Не, наверное, тут внизу поплывем. Или лучше Пеллу сейчас избавим от конфуцианства. Где-то меня атаковали. Или это не меня? Сколько мы от религии имеем? 70. Ну, нормально. Одна четвертая. Одна четвертая. То есть вы... Почему я так вкладывался в религию? Потому что у нас вот основная наука именно от религии. Было бы меньше, чем у Риммана науки, если бы не наша религия. Так, понеслась. Ноль. Да. На что у нас энергии хватает? Вот видите. Значит. Зеленым, где хватает энергии. Красный, где типа... И мы достаем. Мы достаем энергии. Но не хватает ресурсов, чтобы... Блин, танки все-таки едут. Ё-моё. Не, ну даже... Даже... Даже армии танков я не думаю, что он может что-то сделать. Но то, что они тут ворвутся сейчас нам грабить... Неприятно. Дума армии танков. Может, нам... Краскорпус стрельцов-пикинеров пока за веру купить. И в ПТ-команды мы когда выйдем... Используем их. Да не, они отвалятся. Деррахи. И следующим ходом уже... Новая эпоха. Я там в золотом веке. Может, Эйфелеву башню построить? Не, мне больше и советские гранты нравятся. С таким производством, как у Германии, считайте, мы еще больше науки получаем. Блин, забыл. Вот, отстать не забыл меня. А, нет, я осуществлю. Слушайте, мне вообще больно бьет. Больно бьют танчики. Ну, у нее только одна армия танков. Если бы он вся бы тремя приехал, было бы уже неприятно. У нас... Накапливается меньше усталости от войны. Бродвей и Христос искупитель. Так, смотрим, где у нас... Алюминий. И нету. Ну, охренеть. Без алюминия грустно. Наска. Ну, это надо, чтобы она обработала алюминий. Арма. Так, ну, нам, походу... О, слушайте, тут два ресурса прямо. Блин. А мы хоть до одного можем дотянуться? В четвертом радиусе, да? Надо арму забирать. Да, только Наска и арма. К оружию, может... Давайте к оружию. Войну Золотого Века. А тут собираюсь воевать. Безостановочно. Да, не очень, конечно, с алюминием. Вообще, с ресурсами... Мне, наверное, только с железом и лошадьми повезло. И селитры немного, и за уголь мне вот приходится... Тогда мы, кстати, можем... Четыре хода. Надо, кстати, купить тогда арту. Сделать армии. А у остальных какая эпоха? Спарта и Ацтеки в Золотом. Ну, Дерахи, понятно, уже не отваливается. Гранты. Кооперация. Блин, даже не знаю... Кого? Может, Амани повышать пока? А он в Ереване, да? Она у нас... Теряют две единицы лояльности в ход. Или дублируют редкие ресурсы. Что там у Еревана? Табак, мрамор, О. Кстати, а давайте... То есть табак и мрамор для нас дублированы. Мы их можем продавать. Наша первая армия. Но не первая в мире. Первая в мире, видимо, у... Спарты. Слушайте, а раз сфабриковать скандал, то мы можем в Валетту тогда перебросить этого шпиона. И попробовать таким образом засоюзить Валетту. Так, ацтеки, по-моему, тоже протестантами уже стали, да? Нет. Почему? Три, четыре... Пять. А городов семь. В общем, ацтеки не считают, что они протестанты. Здесь большинство городов уже протестантские. Так, имеет смысл нам улучшенную авиацию открывать без алюминия сейчас. Лучше электричество, гидроэлектростанции. Электричество получим. Да, гидроэлектростанции важнее тут. Так, ну что, танчики? Опа, к Майнцу поехали. Что-то его туда-сюда шатает. О! А вот Сиджон. А, так я сейчас всех встретил. А почему? А нет, не всех. Так, резко усиливается влияние религии. Он такой оранжевенький, как Нидерланды в пятой цивилизации. Значит, мы не встретили только еще Зулусов и Рамзеса. Так, у нас ход до гидроэлектростанции, поэтому я просто во всех городах, где есть гидроэлектростанции, отложу производство. А в этом городе нету. Что, Спарта до сих пор не хочет со мной мириться? О! Хочет за небольшую дань. Что, может реально помириться? Или нет? Ладно, давайте заплатим. Все-таки танки. И сразу такая, ну, нормально. Так, сколько? Три хода. 20 роста и 3 жилья. А где у нас еще... Ну, вот тут мы не... Тут у нас было предприятие раньше, его вулкан. А где у нас еще соль? Блин. Что-то найти не могу. Здесь еще. А, вот тут в Ахене. Ну, я бы, наверное, для покровки сделал. Предприятие. Валетту, чтобы сфабриковать скандал и выгнать послов. Теперь, кстати, можно пойти и в Спарту, например, религию нашу пораспространять. Хотя у меня мало веры. Так, тут я решил откладывать производство. Потому что во Франкфурте, в Мюнхене, в Кёльне следующим ходом начнем... Панамский канал. Не, не буду я там его делать. Христос Искупитель. Ммм... Кстати... Ну, нормально. Еще плюс четыре, конечно, уйдет производство тут. Ну, ладно, ставлю. Даже пускай строится Христос Искупитель. Пойду плавать с поселенцем. О, тут Антарио не обращен. Ну, наверное, сама обратиться. Я, наверное, этого миссионера сюда вот в Пеллу переброшу. Так, ну что, со всеми войны закончили. Войну Золотого Века сейчас начну со скифами, чтобы их уничтожить. Ваша трусость — это попытка изобержать кровопролитие? Почему вы так легко сдаетесь? Где ваша честь? Интересно, ей не нравится, что я дань плачу? Или это уж я ни с кем не воюю, как... Как Александру Македонскому. Стихийное бедствие у скифа. Так, гидроэлектростанции теперь строим. Субмарина. Это же наш уникальный немецкий юнит, да. Она не требует нефти, вау. Но надо будет купить, видимо, в Пазарыке. Так, в Мюнхене гидроэлектростанция. В Берлине. А в Берлине нет. Во Франкфурте гидроэлектростанция. В Кёльне гидроэлектростанция. Ну, я знаю, не хочу. Или взять туризму. Ладно, давайте посмотрим. Дипломатическая видимость тоже крутой рабочий, вообще-то. А не рабочий, торговец. И в Мюнхене. » Так, а у нас где-нибудь нефть еще не обработана? Кроме этого, эту мы не можем обработать пока. Есть. А, вот тут. Вообще, надо рабочего в Гейдельберге. У нас Наска, нефть плюс еще к тому же. Обратили внимание, что у меня за эту партию компьютер вообще ни разу не покупал ресурс роскоши. Ни разу. Так, покупаем субмарину. Уже в другом, в другой эпохе, да. В общем, пять очков эпохи дали, а не четыре, как обычно, за уникальный юнит. Ну, давайте уже улучшу на авиацию. Как мне армута брать? Ну, артой, наверное. Скорее всего, только встретил, уже осуждает. Как всегда. Такие предсказуемые просто. Ну, я вынужден принимать. Ну, там, вроде, неплохо. То есть, я отдал шпиона греческого и 30 дипломатии. За сколько-то там вход денег. Вроде бы. Так, следующим, следующим ходом могу, по-моему, объявлять уже. Подрыв плотина. Может, тут где-нибудь плотины есть? Вовти, значит, и тлания. В салониках. Так, давайте глянем. В салониках. Ну, это... Ну, хотя производственную заденет, а в некомедии. Тоже производственная рядом. Мне кажется, в салониках круче. Плотину взорвать. Блин, Неаполь сам отваливается. Ну, нет смысла ждать. Православие четыре города, конфуцианство три. Вот где Православие четыре? Раз город. Два. Александрия три. Наверное, тут какой-то город все-таки стоит. А, не, вот четыре. Хех, кстати. Александрия в Арохозе. Но это город... Александра Македонского, между прочим. Был захвачен. Как сильно вообще у нас религия влияет? 15, 27. Вообще, сами как-то тяжеловато обращаются, да? За счет гидроэлектростанции мы электричеством эти города, получается, обеспечим. Хотя они не так много дают электричества. Поможем Александру. Шесть единиц энергии. Так, здесь ставим пятилетний план. Здесь дипломатию канонерок и угля, чтобы больше накапливалось и селитры. И дальше в демократию, я думаю. Или в коммунизм. Показать в коммунизм. Так, ну что, могу. Да, войну Золотого века с кифом объявить можно. Ну, тогда я думаю, что... Это уже в следующей серии уничтожение с кифов. Захват армы ради алюминия. Это уже все. И нахождение последних государств. Рамзеса и Зулуса, и там, кругосветка. Вот это вот все. Также, что у нас с затоплением. О, уже через 13 ходов затопление, кстати. А далеко нам до компьютера. Ну вот, правление с 8 ячейками. То есть, выходим в коммунизм. Берем правление с 8 ячейками. Открываем компьютеры. За счет союзничества валетты скупаем все в центрах городов. Надо, кстати, копить пока религию, я думаю, плюс 300. Но это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Спонсоры могут ее поискать прямо сейчас в плейлисте. Для всех остальных она выйдет завтра. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живи Украина. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.